В картиной галереи открылась выставка живописных и графических работ Леонида и Ольги Шипиных из города Шуя под названием «Работы и недоработы». Это творческий союз двух разных художников, которые держатся на контрасте их темпераментов. Леонид уже более 20 лет руководит мастерской «Шуйский иконостас», возрождает наследие шуйской школы и иконописи, сохраняет и развивает традиции мастеров церковного искусства. Он член Творческого союза художников России, награждён медалью за вклад в отечественную культуру, принимает активное участие в жизни города, помогает музеям, за что был удостоен звания «Почётный гражданин города Шуя». Работы Леонида Шипина, несомненно, побуждают зрителя к философскому осмыслению личности человека и его места в этом мире. Он не только ищет новые техники, новые цветовые сочетания, но обладает уникальной способностью выражать на холсте тонкие психологические состояния человека. По словам художника, в последние годы он много пишет, и на выставке представлена малая часть его работ. Все они похожи по некоему общему образу. Здесь вы видите, скажем, странных таких женщин. Не все же здесь нормально выглядят. И вообще мало кто тут нормально выглядит из женщин. А это я могу сказать, какая одна из причин. Когда закончил я художественное училище, иду по улице и встретил свою однокурсницу, которая в это время работала медсестрой в психоневрологическом интернате. Мне так стало интересно. Она говорит, приходи. Я прихожу, а работала она как раз в женском отделении. И попадаю... Впервые я тогда столкнулся с такими людьми. То есть, конечно, видел, но в таком количестве все гуляющие по парку, солнечный летний день. И все психически больные. Не то что больные. Там как раз находились... Что интересно-то было? Находились от рождения психически больные. Не просто в процессе жизни обрели вот такое несчастье. И отделение было, я сейчас не могу точно сказать, но это от 18 лет. Где-то, вероятно, до 30, возможно. И дальше среднего возраста не было, и были уже старушки. Я с удовольствием стал рисовать, хотя сначала было очень неуютно. Компания такая достаточно сложная. И в этом поражало в них, что привлекало. Не поражало даже, а привлекало. Поскольку они психически больные, они притворяться не умеют. Это дети. Вот они вроде взрослые и старые. Ну ладно, старые еще в детстве могут впадать. Но когда молодые женщины настолько пластически искренни, пластика великолепна. Они ничего не изображают. Она вот такова, их пластика. Глаза, мимика, все. Настолько интересно. Я просто каждый день приходил и с 8 утра, там, где-то до 12, рисовал их каждый день. Дальше еще развитие этой темы можно было самому немножко помешаться. Когда выходишь в город, через неделю, скажем, такого рисования, то не понимаешь разницы между вот этими больными людьми и теми, кто тебя в городе просто окружает. И вообще, где граница между нормальностью и ненормальностью. И поступки вроде бы адекватных людей, как принято считать, вот нас, окружающих, бывают таковы, что поражают своей неадекватностью. И вот, видимо, все-таки молодости закладывается вот это все, какие-то моменты. И вот на протяжении практически всей жизни я рисую, условно я называю, пусть никто не обижается, дур. Вот мне очень нравится рисовать вот именно вот такие образы. Это вот они так вот одеты, панамы розовые, и они гуляют в халатиках по парку. Великолепные образы. Сейчас, наверное, я бы уже не хотел идти туда. И здесь натурных, конечно, нет, какие-то есть. Отголоски, естественно. Здесь нет конкретных портретов. Я и не люблю писать портреты, хотя раньше писал портреты конкретных там людей очень много. Практически только и писал одни портреты. Но в какой-то момент решил, что это сковывает. Не просто интересно, человек вообще. Неконкретный. Работа его супруги Ольги – это впечатление от путешествий и поездок. Ольга тоже член Творческого союза художников России. Она участвует в международных пленэрах, творческих поездках в Европу, активно участвует в международных и региональных выставках. Я очень люблю малые города. В России я люблю вообще, ну, в столице как-то не очень, а вот малые города очень люблю. Поэтому были у меня пленэры. Был пленэр в Гороховце, был пленэр в Гороце. Ну, естественно, моя любимая Шоя. Это там, где натурные зарисовки. А когда я еду за границу, то там, во-первых, наверное, только в Голландии я рисовала с натурой, где у меня был этюдник, краски. Но это все тяжело. И тогда я была молодая, энергичная. А сейчас, конечно, уже становится сложно таскать всю эту муницию. Но блокнот всегда с собой. Блокнот, зарисовки, куча впечатлений, куча записей. Потому что, ну, мне же надо рисовать не проект, а вот то, что меня зацепило. Поэтому делаешь акцент на том, что он тебя зацепило. Поэтому, когда я приехала из Италии, была целая, ну, вот, куча зарисовок и куча, пока еще эмоций не растрачены. Ну, это моментально ты делаешь, там, за месяц делаешь кучу работ по... Ну, хотя уже дома, в мастерской, да, но у тебя в голове одна Италия. На выставке представлены открытки. На них молодые люди, которых художник назвала Костя Б и Исаак Л. За ними, конечно, скрываются Константин Бальмант и Исаак Левитан. Они гуляют по шуи и Плесу, делают селфи, посещают кафе. В общем, живут в наших реалиях. Ну, это было в прошлом летом. В прошлом летом мы с подругой попутешествовали, съездили в Плес. Была такая совершенно... Ну, я Плес очень люблю. Была совершенно такая душевная поездка. Пешком шли не по набережной, а по старым-старым улочкам. И вот это, наверное, дало какое-то такое вот ощущение, что здесь ходил Левитан по тем же самым вот камушкам, что и мы идем. Вот. А образ Кости Б, ну, он настолько родной, она же в шуи все пропитана этим Костей Б. У нас, когда у меня дочка училась в школе, мы постоянно с этим Костей Б, мы постоянно учили стихи, мы постоянно иллюстрировали, то писали какие-то доклады, то музей у нас имени Бальмонта. То есть у нас имя Константина Бальмонта это просто с детского сада, у всех на слуху. И мне хотелось, чтобы немножко его снять, с пьедестала и как-то очеловечить, потому что уже настолько его зацементировали, что к нему нельзя прикоснуться. А он такой же человек, со своими слабостями, прихотями, капризами. Тем более человеку он действительно был интересный. В экспозиции представлено около 30 работ. Сотрудники картинной галереи уверены, что эта выставка не оставит равнодушным ни одного посетителя.